МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на Орент-ТВ. Я Александр Жарков. Сегодня в выпуске мы расскажем, как снова травили людей в Переволоске, поговорили без посредников с жителями райцентра. Будут ли делать уже? Анастасия Шахмать расскажет об улицах Пролетарская и Краснознаменная. Вместо почты Алкомаркет, что думают оренбургцы по этому поводу, и наша новая рубрика «Город и люди» сегодня в эфире. Итак, начнем. Ночной кошмар. Именно так жители Переволоска могли бы охарактеризовать то, что накануне происходило в поселке. Люди вновь надышались неприятным запахом. Одни сами обратились в больницу, другие отправились туда на скорой помощи. Анна, жительница Переволоска, вчера испугалась за жизнь и здоровье своих детей. Они просто вышли на прогулку, а закончилось все госпитализацией. Дочь начала кричать, что у нее нос чешется, а ребенок маленький, 2 годика, начал лакать, паниковать, вылазить с коляски о том, что гладкий трет. Мы хотели побыстрее пролиться от этого газа в дом. Когда мы забежали домой, у нас табака разрывалась. Когда мы забежали в дом, у нас полная веранда, была газа. Это было такое непередаваемое ощущение. Это вообще, знаете, это газовая атака была. Анну и детей скорая отвезла в больницу. Но, по словам девушки, здание тоже было наполнено чем-то вроде газа. Девушка и ее дети были не единственными, кто оказался в медучреждении с подозрением на отравление. Действительно, нам в приемную обратилось 7 человек с жалобами. Часть из них доставлены скорой помощью. Диагноз – легкое отравление неизвестным газом. У людей взяли анализы, которые отправили на химико-токсилогическое исследование. После осмотра токсиколога и реаниматолога пациентов отпустили домой. Их состояние оценили как удовлетворительное. Анна продолжает бояться здоровья своих детей, поэтому на время их пришлось отвезти к бабушке. А в сети появилось видео, снятое жительницей поселка Ольгой. Она у порога администрации требует, чтобы ее пропустили в качестве представителя местных жителей на совещание, где якобы составляют акт об отравлении. А вы можете меня пропустить? Нет. Почему? Сейчас пойду спрошу. Спросите, пожалуйста, потому что почему-то представитель Триумфа там находится, а простых жителей поселка по каким-то неизвестным причинам нас не пускают. Уточните информацию. Я тоже хочу поприсутствовать при составлении акта. Начальник ГОЧС по Переволодскому району Александр Костицын рассказал, что вчера поступило 69 звонков от жителей. На месте работали две лаборатории. Сайт Переволодск Дэй сообщает, что при отборе проб лабораторией Экослужбы Оренбургской области превышение ПДК по сероводороду не зафиксировано. Также сайт приводит цитату советника по безопасности предприятия Триумф Андрея Крапивина. С половины восьмого погрузки на предприятие не было. Только один нефтевоз был отправлен на анализы. Слива в этот период не было. Наши дежурные выезжали по адресам, с которых поступали жалобы и делали замеры. Показатели превышения ПДК были нулевые. Я выезжал в поселок и тоже почувствовал резкий запах. Но предположений, откуда появился запах газа, у нас пока нет. Напомним, в июле сообщалось о том, что в Переволодском районе зафиксировано превышение ПДК по сероводороду почти в пять раз. Жители страдали от удушающего запаха. Три человека были отправлены в больницу. Около трехсот звонков поступило в различные службы от жителей района. При решении суда деятельность нефтяной компании «Велес» приостановили на 90 суток. На прошлой неделе в Переволодск на встречу с жителями приезжал Константин Костюченко, исполняющий обязанности министра экологии. Правда, без недоразумений не обошлось. На встречу не пустили журналисты радиостанции «Провинция». А 23 августа в Переволодском районном суде состоялось заседание по ходатайству предприятия «Велес» о прекращении административного наказания в виде приостановления деятельности. Но суд не удовлетворил требования. Тем временем «Аренбургская неделя» сообщает со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава, что объективных данных, подтверждающих диагноз отравления неизвестным ядом, нет. Но диагноз обещают уточнить после того, как будут получены результаты химико-токсикологического исследования. А завтра состоится совещание, на котором обсудят случившееся. Мы будем следить за тем, что происходит в Переволодске. Улица Максима Горького частично открыта. Ремонт дорожного полотна обязуются завершить до конца недели, правда с оговоркой «если позволит погода». Сейчас новый асфальт положили на протяжении почти всей улицы, оформили ливневки, заменили колодцы. Есть еще незавершенный участок на пересечении улиц 8 марта и Максима Горького. Открыт для проезда автомобилистов участок до улицы Брузянцева. Как поясняют в мэрии, чтобы прекратились пробки на улице Донгусской. Сейчас для транспорта доступно два направления – проезд в центр города по Максиму Горького, поворачивая на улицу Брузянцева. И с кольца можно все еще проехать по улице Чечерина. Окончательно магистраль будет отремонтирована в сентябре. На данный момент только будет проезжая часть. Потом у нас сейчас будут дополнительные объемы. И там предусмотрено благоустройство тротуаров, техполос. Это будет все выполнено. И сегодня первый комментарий был получен по ситуации на двух улицах в центре города – Пролетарской Краснознаменной. Последние недели здесь ведут работы. Во-первых, ведут неспешно. Во-вторых, постоянно меняют свое место бордюры. Улица Пролетарской Краснознаменной внимательно горожан и особенно автомобилистов удивили дополнительными площадками на территории проезжей части. Предполагалось, что карманы станут местами парковок, появится велосипедная дорожка. Но как ни крути, произойдет сужение проезжей части за счет расширения тротуаров. Всю прошлую неделю рабочие переставляли бордюрные камни. То ставили на прежний уровень, то возвращали на новые выемки. Городской администрации на вопрос, так как же будет выполнен ремонт этих улиц, ответственные чиновники старательно уходили от ответа. Сегодня Сергей Рукин все же рассказал, спорные конструкции на этих улицах делать не будут. На данный момент там производят установку бортовых камней. Возвращаемся на место. Где-то будут небольшие отвлечения, то есть на радиусах, то, что было как бы более комфортно людям. То есть суширения и сужения никаких таких значительных не будет. И, поверьте мне, все возвращается усвоясь. Вот эта веревочка апогеев преображения улицы Краснознаменной. По ней ориентируются сейчас дорожные рабочие. Эта метка станет границей между тротуаром и проезжей частью. А выемки под скандальный проект будут залатаны. До сих пор неизвестно имя автора этого проекта. Озвучивалась версия, что идея принадлежит главному архитектуру Оренбургской области. Наталья Ибрагимова пояснила, что это исключительно оптимизация пространства, но подписи своей она не ставила. Нет пока и ответа на официальный запрос из мэрии. Сергей Рукин добавил, что сейчас уже приступают к завершению работ на этих улицах. Времени до начала учебного года, когда увеличатся автомобильные потоки, в городе осталось мало, всего неделя. То, что к исполнению проектов в городе порой приступают без четкого понимания, как будет в реальности, это уже систематическая ситуация. Тему ремонта дорог и крупных проектов обсуждали в минувшую пятницу. Да, мы, в принципе, жители города уже привыкли к тому, что вот такие моменты у нас происходят. И происходят на постоянной основе, когда какие-то непонятные проекты принимаются. Вот последняя ситуация с улицей Уральской, когда был принят проект, согласно которому закрывается участок дороги и нет объезда. В итоге определенная масса жителей осталась без подъезда к своему жилищу. Может быть, это связано с той проблемой с кадрами в администрации, где постоянно смена состава идет. И наши чиновники, ну там, я так понимаю, тот же заместитель главы города, он не проработал еще и трех месяцев. И, соответственно, состав достаточно слабый, что в центре города с бордерами, что на улице Уральской, что на Элегской развязке, когда все вот эти моменты негативно. Ну, в итоге страдают, в первую очередь, жители, во-вторых, бюджет, потому что за бюджетные деньги делается не то, что нужно жителям. Телефонный мошенник предстанет перед судом. С 2017 по 2019 год 35-летний злоумышленник, отбывая наказание в колонии, звонил жителям Оренбурга. Мужчина представлялся родственникам, говорил, что попал в аварию, ему срочно нужны деньги. Ему удалось обмануть 13 человек на общую сумму 170 тысяч рублей. Максимальное наказание за это мошенничество – лишение свободы на два года. А далее о других происшествиях в рубрике «Ориентировка». Минувшие выходные ознаменовались дорожными авариями. Произошло сразу несколько серьезных ДТП. В субботу утром автомобиль «Лада Гранта» снес остановку. Все произошло на проспекте Гагарина возле первой городской больницы. К счастью, женщина, которая находилась на остановке, успела отбежать в сторону. В этот же день на пересечении улиц Кирова и 8 марта столкнулись троллейбус и автобус. По предварительным данным, водитель паза 26 маршрута, как говорится, догнал троллейбус. Пострадали 4 пассажира автобуса, среди них один ребенок. Все были доставлены в больницу. По данным ДТП ведутся проверки. Пожар со смертельным исходом. Трагедия произошла в минувшую пятницу в многоэтажке на проспекте Гагарина. Очаг возгорания находился в одной из квартир. Общая площадь его составила 11 квадратных метров. Сотрудникам МЧС удалось спасти четверых пострадавших. Но, к несчастью, одна женщина погибла. Возгорание ликвидировали в течение часа. В тушении принимали участие 13 человек и 3 единицы техники. Сейчас по данному факту ведется проверка. Все обстоятельства предстоит выяснить. Утро понедельника началось ДТП, в котором пострадал ребенок. Все произошло на Шарлокском шоссе. Водитель, находящийся за рулем инкассаторской машины, не уступил дорогу автомобилю «Пежо». Четырехлетний ребенок, который ехал в иномарке с ушибами головы и грудной клетки, был доставлен в больницу. Полицейские ведут проверку. Спешили на помощь, но пострадали сами. В Оренбурге проводят проверку по факту аварии с участием скорой помощи. ДТП произошло на пересечении улицы Орска и проспекта Победы. Сообщается, что спецавтомобиль проехал на красный сигнал с включенным маячком. Также участниками аварии стали «Шкода», «Датсун» и пассажирский автобус. К счастью, пострадавших в этом ДТП нет, а пациента, которого перевозили в карете скорой помощи, поместили в другую машину. Сейчас полицейские выясняют, кто был виновником ДТП. Договорились. Сразу два известных федеральных издания пишут сегодня о предстоящих договорных выборах. В число регионов, где выборы пройдут по сценарию, попала и Оренбургская область. Коммерсанты и знак.ком ссылаются на фонд «Либеральная миссия», который предоставил доклад, посвященный оценке уровня политической конкуренции. В частности, знак.ком пишет, согласие парламентской оппозиции, выборы по договорному сценарию, вероятнее всего, пройдут в Курганской, Курской, Вологодской и Оренбургской областях. Коммерсант проводит аналогию между Челябинской областью и Оренбургской. Так, депутат Госдумы Валерий Гартунг «Справедливая Россия» не стал выдвигаться в Челябинской области, поддержав в Рио главы Алексея Текслера. В Оренбурге, пишет издание, по его примеру последовал Сергей Катасонов. Политологи отмечают, что основной упор в губернаторских избирательных кампаниях 2019 года политтехнологами власти был, как и прежние годы, сделан на изначальном недопущении в движении сильных кандидатов-конкурентов. Сейчас короткая реклама, не переключайтесь. Мы продолжаем выпуск из почты в магазин. 85 миллиардов рублей Почта России попросила выделить из бюджета, об этом сообщает «Известия». Планируется закупить и продавать не только продукты питания, но и алкоголь и лекарства. Основывается на цифровизации. По примерным подсчетам к 2023 году услуги почты будут не так востребованы. Корреспонденции почти не будет. Все перейдет в электронное пользование. Именно поэтому сейчас, по мнению представителей Почты России, стоит модернизировать свою кампанию и добавить продукцию на полке для посылок. Государственное предприятие уже составило документы и отправило его в Минфин и Минкомсвязи. К 1 сентября Почта России ожидает заинтересованности от ведомств и выдвинутых от них предложений. Если в будущем такое решение будет одобрено, то около 80% отделений почты будут оказывать при этом банковские, образовательные и медицинские услуги. Помимо продажи различной продукции, мы решили спросить у жителей Оренбурга, которые пользуются услугами почты, как они относятся к такому нововведению. Большинство считают, почтовое отделение не место для продаж, а место предоставления почтовых услуг. Это общественное место, но это специализированные учреждения, магазины, например, которые берут лицензию на это. Поэтому я против. Просто почта это же не магазин, это почтовое отделение, где мы обычно отправляем, забираем посылки. Это будет немного странно выглядеть. Есть специальные заведения, где должна производиться торговля и контролироваться почта с ее контингентом персонала. Есть аптека, есть специализированные вина и маркеты. Достаточно? Зачем? По-моему, достаточно и так всяких точек, где продают алкоголь. Человек должен знать, где что продается. Вот белая, красная вина, хотя начали продавать и кое-какие там продукты. А это почта, есть почта. Безопасность превыше всего, особенно когда это касается детей в школах, садах и других учреждениях. Обязуют установить систему передачи тревожных сообщений, таким образом усилить меру безопасности ребенка. Делит организации на категории опасности. Об этом пишет российская газета. Помимо систем передачи тревожных сообщений от школы, образовательные учреждения обязуют установить систему видеонаблюдения и сигнализации. По идее, здесь учитывается и охрана, то есть обязательное присутствие сотрудников ЧОП, и использование металлоискателей и планов эвакуации вместе с учениями. Чем выше риски, тем больше требований, говорят эксперты. Поэтому и делят учреждения на четыре категории опасности. Если у лагеря или школы, допустим, первая категория, следовательно, уже при въезде на территорию должны стоять знаки о снижении скорости автомобиля. Установить такую категорию сможет комиссия. В первую очередь она будет смотреть на степень возможной угрозы как внутри, так и снаружи организации. Все образовательные учреждения уже разделены на категории, и мы относимся к самой ответственной категории, к самой сложной, потому что на нашей территории дети. Все образовательные организации Оренбурга, и не только образовательные, всеми было разработано паспорта безопасности. Мы уже работают и ведем порядка трех лет. Изменения в паспорта безопасности вносятся при избежении каких-либо условий. Ну, например, увеличение площади, увеличение количества ребятишек, или изменение фамилии, то есть люди, когда увольняются. Сейчас тоже будут внесены некоторые изменения после того, как на российском уровне будут эти изменения узаконены, и мы тоже продолжим эту работу совместно с УМВД, с УФСБ и со всеми службами, контролирующими данную деятельность. У образовательных учреждений Оренбурга самая высокая ответственная категория, говорит начальник управления образования администрации города Нина Гордеева. Также она объяснила и ситуацию с паспортами безопасности. По сути, они уже готовы, и изменения скоро будут внесены в безопасность каждого образовательного учреждения. Осталось лишь дождаться их официального узаконивания. ПДД для электротранспорта с цифровой эпохой в наш мир пришли электросамокаты и сегвеи. К тому, что они будут активно использоваться, законодательство изначально было не готово. Однако в скором времени в ГИБДД и Минтрансе поставили этот вопрос в центр внимания. Уже пересматривают правила дорожного движения. К концу года обещают закончить. Недавно председатель комитета Госдумы Ярослав Нилов направил депутатские запросы по обновлению ПДД для электротехники министру транспорта Евгению Дитриху и главе ГИБДД Михаилу Черникову. Напомним, еще в 2017 году ГИБДД электромопеды, велосипеды и подобную технику приравняли к пешеходам. Сослались на то, что по проезжей части передвигаться опасно. Чуть позже появилось новое предложение в Мосгордуме приравнять электромеханические средства передвижения к велосипедам, которые должны передвигаться по определенным дорожкам. В Оренбурге владельцы электротранспорта рассказывают, что стараются ездить по тротуарам, потому что, как таковых, правил для такого транспорта нет. В конце этого года будет известно не только в каких местах разрешено ездить такой технике, но и станет известен административно-правовой статус их владельцев. К празднованию Дня рождения Оренбурга мы запускаем новую рубрику, в которой будем рассказывать о тех, кто болеет за свой город и старается сделать его хоть немного, но лучше. Сегодня о людях, которые проживают в одном из домов по улице Омск и пытаются сделать свой город красивее. Цветы я всегда люблю, всю жизнь любила. Когда я работала тогда, время было меньше, а сейчас я пенсионерка на пенсии. Вот и занимаюсь, сажаю для себя. Мне нравится, когда около дома порядок. Поэтому цветочки сажаем, выращиваем. Мне нравится, и люди проходят, и людям нравится, и люди говорят спасибо. А мне это радость. Я занимаюсь каждый год. Что-то растет, что-то растет. То есть, после 30 лет выращиваете? Да, да. Какие-то цветочки, да. Ну, сейчас уже не такие, как были раньше. Раньше симпатичные были. Больше было, много было. То есть, вы каждый год участвуете в конкурсе? Ну, уже третий раз. В конкурсе уже, да, третий раз. Это точно. Уже награды есть. Могу похвастаться. Это моя супруга. Ну, она как бы жительница деревни. Они там привыкли сажать вот эти все, полисадник и все это. Я не помню даже того дня, чтобы у нас не было цветов. Стали появляться молодые семьи, которые вечерами гуляют с колясками и смотрят по сторонам. И нам приятно глядеть в окно, когда возле не кучи глины лежит, допустим, а какое-то, ну, не такое же дорогие, но все равно какое-то облагородство. Мы в городе смотрим, когда администрация старается, все вот эти участки, ну, везде цветы. И мы хотим какой-то вклад свой внести в общий интерьер городской по-своему как-то вот такое-то. Ну, всегда. Вот мы сколько 30 лет живем, 30 лет, наверное, сажает. И все люди как бы вот ходят тоже. Утром идут на работу, смотрят сюда. Смотрю, идут улыбаются. Уже с строением уже идут на работу. Ну, так же с работы идут, как бы смотрят, улыбаются. У людей уже настроение другое. И сами выходим, вот там поливаем, там вечером поливаем. Приятно, в душе. Вот в этом году мы узнали о конкурсе среди частных домов. Раньше, конечно, этого не было, может, просто не знали. Потому что сажали как бы для себя, не для этого. Но в этом году мы узнали про этот конкурс и решили поучаствовать. Обслужить себя самостоятельно можно теперь не только в супермаркетах, но и в травмпункте. А также о том, кто должен починить горку на детской площадке «Изумрудный город» и информация для тех, кто потерял документы. Сегодня в рубрике «Дежурный по город». Переходим на самообслуживание. Валерия рассказала, что она привезла 92-летнюю бабушку с переломом ноги в травмпункт на проспекте Гагарина, чтобы сделать очередной снимок. Но мало того, что бабушку пришлось самостоятельно перекладывать на кушетку, так еще и после процедуры самостоятельно перебинтовывать. При этом у Валерии не было опыта, она просто боялась сделать что-то не так. Оценивать поведение медиков мы не беремся. Главное, чтобы их примеру не последовали другие врачи, а также полицейские и пожарные. Придется подождать. На детской площадке, которая находится на улице Новый, 21, испорчена горка. Откуда взялась дыра в трубе этой горки, неизвестно. Но, как заметили управляющие компании «Малая земля», ее ломают не в первый раз. Детская площадка находится на гарантии и отвечает пока за нее управление жилищно-коммунального хозяйства, рассказали в компании. Вход на горку закрыли, чтобы никто из детей не пострадал. Также сотрудники управляющей компании сообщили в управление об этой проблеме. Но пока ничего не изменилось. Но мы надеемся, что в ЖКХ все-таки найдут время починить горку. Найден пакет документов. Павел нашел паспорт, водительское удостоверение и медицинскую книжку на имя Андрея Алексеевича Раенко. Документы Павел нашел на Советской. Он готов вернуть их владельцу. Номер Павла есть в редакции. Интересные истории и новости мы ждем от вас по будням в рабочее время. Номер редакции на вашем экране. Спасатель статус, который подтверждают на деле. В военизированной части крупного газодобывающего предприятия Оренбурга 143 профессиональных газоспасателей. Они постоянно повышают свои профессиональные навыки. Раз в три года проходит аттестацию в комиссии Минэнерго. Вот как прошла очередная проверка знаний. Учебно-тренировочный полигон – это место условной аварии, куда прибыло по тревоге звено газоспасателей. Они действуют четко и слаженно. В первую очередь найти и спасти пострадавших. Затем эвакуировать ценности, защитить природную среду и предотвратить дальнейшее развитие аварии. Работа в коллективе, то есть работа в изолирующих аппаратах, умение оказывать первую помощь пострадавшему. Ну и не растеряться при нештатных ситуациях. Также они прошли психологическую подготовку, то есть именно к этим действиям. Работа проходит во взрыво газопожароопасной среде, то есть в той среде, в принципе, где мы все с вами не можем дышать. В ходе разведки под завалами обнаружили человека. У пострадавшего подозрение на перелом позвоночника. Задача спасателей – правильно оказать первую помощь до приезда врачей. Поступила новая вводная. В колодце находится еще один пострадавший. Как можно скорее, его нужно поднять наверх. Каждый знает, выполняет свою работу. Как мог, координировал эту работу. В целом, конечно, все удалось. Но в нашей работе не бывает мелочей. Немножко замешкались на узлах. Что касается круга подушки, то есть эвакуации пострадавшей, проведения первой медицинской помощи, я считаю, что все получилось у нас. Респираторщики также прошли курсы альпинистской и психологической подготовки, оказания первой помощи. К каждому из трех звеньев ставились разные задачи. Условия менялись на ходу. Преподаватели учебного центра компании «Газпром» координировали и оценивали действия спасателей. Они готовятся к периодической переаттестации, индивидуальной переаттестации. Но так как являются профессионалами, поэтому должны четко выполнять свои профессиональные задачи. Ошибки в их деятельности недопустимы. Любая ошибка – это человеческая жизнь. Ребята работают правильно, профессионально. Большинство из них, так скажем, имеют высокий уровень психологической адаптации. Сертификаты подтверждают, что спасатели прошли профессиональную переподготовку и теперь ежедневно на практике будут совершенствовать навыки, выполняя газоопасные работы и профилактические мероприятия, чтобы не допустить аварийных ситуаций. На этом у нас вся информация. До встречи в эфире Орент-ТВ.